в этом видео вы узнаете как живет команда от шторма до шторма и от земли до земли где-то в южном атлантическом океане между мысом горн и мысом доброй надежды и такая ли это романтика два месяца моря под парусом после жестокого шторма из предыдущего фильма целый месяц мы жили в таких погодных условиях то шторм то штиль может на один день прийти но очень вымотались и мы в предвкушении остановки у самого одинокого острова в мире у три станды куния вот проводили эти последние дни мы постараемся там остановиться около него но только сможем ли высадиться смотрите видео вместе с нами вот-вот-вот попробуйте в такую погоду выйти на улицу так не видно папа видел 60 как ваши ощущения когда-то я думала что нет ничего романтичнее чем оказаться в море под парусом месяца этак на четыре но на самом деле к этой романтики море начинаешь относиться по-другому стоит в ней надолго застрять дискомфорта в океанской жизни очень много начиная от того что все летает по салону заканчивая невозможностью нормально приготовить еду ну а что касается первых трех дней после выхода в океан то морская болезнь сводит на нет любые представления романтики камера не передает ни крен ни качку и на видео непонятно что это океан и кажется такое себе испытание лежишь читаешь книгу а на самом деле довольно сильно качает и всем кроме капитана тошно что насенька читаешь достается к мне пока что я боюсь я до него скоро доберусь это мне не очень понравится шторм это вообще не романтика это ожидание работа это терпение никто никогда не хочет попасть в шторм в этом нет драйва шторм просто нужно пережить как стихийное бедствие максимально от него уклонившись до 45 и 8 47 4 47 8 в общем вот так и живем надоело устали это просто шляпница многострадальная салихамер вот этой полки которая сегодня ночью была полная вот туда за настя вот туда в проход вот где куча постели скумка на лежит на даму намотывать лежала ладина подушкой а потом спала мирным сном короче земля и на голову посыпал идем 23 узла бакшток 25 иногда шикарная погода вообще ну ладно 28 узлов но все равно бакшток и идем шикарно вода 25 вода ты рада что мы в тепло уходим почему мы же не в жару мы же не в жару представляешь отклеим все вот эти вот клеенки и конденсат перестанет течь через какое-то время я хочу остаться в климате как в южной африке после австралии уже в тропике настоящий жаришь но это через год пока будет как ваше ощущение санчис ранчис воска сколебились наконец-то можно готовить божечки нет мечта бомжа нет почему очень вкусная смотри вон рагу овощное я туда еще валентин добавил но остренькая стала в общем сегодня вполне себе полноценный обеденный перекус баклажаны с перцами кабачками и луком жареный омлетик совершенно чудесно я даже сейчас чай попью на это радужный а вместе с селедочкой кукуруза есть вот посмотрите такое тоже и лайфхак конечно но как готовить вот здесь сегодня я омлет мешала в такой же скороварке поставленный вот в эти глубокие раковины глубокие раковины очень нужная вещь сюда можно пихать все то что может лететь вот сейчас у нас кукуруза стоит папина снасти кстати и вот так я сегодня в скороварке вот здесь вот утром так держалась и размешивала для омлета блюда из яиц которые побились у нас где-то 20 яиц немножечко побились их надо было сегодня немедленно в день впустить потом в остатках омлета в этой же скороварке я вымачивала гренки туда прям бросал в общем все вот так вот и раковина это все в помощь и такие кухонные дела что еще сказать сегодня мы вымоем плиту потому что во время чтобы это было сделать невозможно настанет вообще лакшери камус еще вот там вот матрас сушится вот можно сразу уже снять опытом о вон тут даже подсох слегон сухи вчера вот отсюда из вентиляции хлистала хотя вентиляция закрыта снаружи и сегодня вот этот весь диван в луже болтался сейчас даже видно что он мокрый сейчас мы его сушим чтобы ребенок у нас ой блин соленый еще спал как-то у нас ребенок на этом вот все вот так вот и живем и еще 20 дней в лучшем случае так жить а в худшем 40 южный океан меняет восприятие времени и стихии а если еще недавно ветер в 36 узлов казался штормовым и немного пугал то теперь он приносит облегчение когда папа еще только говорил вечером мы сидели на палубе еще тепло было папа начал говорить о том что надо идти к мысу горно а там еще и риф моей терезы и все такое я вот так сидела думаю блин что за ужас это кто а зачем и я вот так в таком настроении мы пошли смотреть фильм потом я ушла спать а утром они опять ко мне с этой идеей я такая блин что не считаете что нас заставили или как-то мы не хотели мы все все вместе решили и то есть это короче это не насильное было то есть мы так решили мы все-таки пошли потому что я думаю если бы я сказала что нет вы чё дураки совсем не пойдем никуда они все-таки наверно не пошли какая-то смелая короче короче насти я помню сидела тут а я насти что-то там говорю типа нет 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 я еще по-моему спала ко мне лада пришла говорит они там обсуждают как мы пойдем сейчас на 37 параллель я такая да ладно слушала а мне об этом докладывала ой я вообще не знаю я вообще не знаю как это сейчас получилось все и не сейчас а вообще вот это вот вот понимаешь как это произошло да я отчетливо представляю как все это произошло ты вообще мог предположить что вот это так вот все вот это вот большая часть маршрута пройдет вот по 37 параллели вот поэтому самому пути океан учит терпению уходя в море надолго ты должен быть готов к однообразию скуки и дню сурка и к ограничениям во всем от возможности помыться до возможности подвигаться и пообщаться счетливо и оптимистично ими оставайтесь всего наилучшего по самой кромке воды я оставил свои попытки успокоился и уже не пытался узнать причину океанский переход это быт и ремонты а последнее происходит не потому что ты плохо подготовился а потому что море это агрессивная среда в которой всегда обязательно что-нибудь может сломаться наш бравый капитан якорном отсеке привязывает баллон крепит на него шланги и прочие редукторы сейчас мы будем с помощью фэйри проверять герметичность этой всей конструкции Андрей чинит перед штормом опреснитель фильтр на двигателе уже поменяли все здесь в рабочем состоянии разобранном штиль там матрас слышится вот он такой здесь настя решила позавтракать тихонечко сначала нам там вот завтракала на столе где подушка лежит сидя а потом побоялась что свалится вот здесь простыня ладина сушится мокрая насквозь здесь вот одеяло на штурме подушки вот здесь вот да вот здесь вот я с рулоном а здесь я ем второй завтрак лада у нас второй завтрак имеет под какую-то книжку под какую желтый туман это продолжение чего это продолжение изумрудного города пакет срочно мастер пакет там на столе валялся на том где ты хотела поесть валялся пакет от лапши такой андрюшенька душенька хотел показать этот анимометр нуля ветра просто с трех узлов или с пяти порывы пришел порыв вот час 21 показывает 19 а было до 24 7 я видела обалдеть просто с нуля а у нас тут все разложено вот вот так стол на диване стоит кроме нас ничем не держим и и надо что все это на папу не улетел и в трюм дальше а по прихлоп а без лучов заката я что-то красивый в случае заката красивый ты оттеняешь закат твоей красотой очень красивый Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В футболке уже не холодно стоять Ой! Ну я же свою руку нечаянно сломаю Сейчас от нас туда полетят письма и пост на сайт И в ответ придут письма от друзей и родных Комментарии к видео, к фото Мы читаем их вслух И это очень поддерживает в океане Комментарии нам в море отправляет наш береговой штаб В лице Сергея Якубенко А вот начальник выхода на связь Вот здесь вот что-то надо сделать Ой, блин! Жалко, вот не видно, как качает Все вот это вот Ой! Юнга спит Все еще Ой, мамочка, выхра! Ай, маманя! Что вы все стонете? Да потому что Да надо же не улететь еще Пристегнулись простынями Жалко, не видно, как качает О, это модем Сконтактировал с космосом Сколько там? Пришло что-нибудь? 63 Ой Покажи мне фронтальную в камеру Мадем Распорт, чтобы не упасть Напилась, а я пьяна Не дойду я до дома Тут лучше валяется, потому что она улетела Там в кормовой, мама, все валяется Да в кормовой вообще Только приберешься и сразу все улетает Сегодня ночью шторм Я уже получил до 54 узлов Прогноз погоды обещал 35 Так что ее по высоте Видите цифру 35 в Южном океане Атлантическом Прибавляйте 20 углов И не ошибетесь Ай, сейчас дверь будет кататься Ой, не убейся, доча Ну а что мне делать-то? У меня не в сторону Там бы ее пока оставила Я все это снимаю Добрякилые мои Я там думала Дверцу подержала Дышь упришь куда-нибудь Пожалуйста, спасибо Я тут это подумала Раз с этой ведьмой Радой Сергеевной Не вставай на виду Я не вставай Покончено, да тогда О чем тут остальные пусы? Новая ведьма появится А вот еще одна карта Я сейчас рисую путь героев Жулия Верна Из детей Капитана Гранта Наложенную на наши маршруты Почему мы в этот раз Много говорим о 37 параллели И вот о детях Капитана Гранта Уже был тут немножечко рассказ Потому что сейчас мы подходим К острову Тристан-да-Кунья Первому реальному острову Который действительно лежит На 37 параллели В отличие от фантомных островов-призраков Которые мы искали уже в Тихом океане Видео об этом смотрите по ссылке Мышка наружка Сушка у нас везде глобальная Сушка у нас тут везде продолжается И сейчас здесь должна была играть Очень громко музыка Александра Розенбаума Но пришлось этот кусок вырезать И сейчас рассказать Что тут происходит Я говорю о том Что Настя у нас хозяюшка Везде сушка А она мышка наружка А Настя переживает Что папе четырех блинов Может не хватить Потому что он один у нас Работает с парусами А мы тут все балдеем Вот Лада, например, жует и балдеет И только папа Вы сейчас увидите Он на улице Жалко, что вы не слышите Какая там играет веселая музыка Ну хоть посмотрите на нашего папу Весь этот месяц На подходах к Тристану до Кунья От мыса Горн Очень сильно штормило И шторма чередовались С коротким промежуточком На затишье, сушку И снова начинался шторм У нас сегодня вообще такой день радостный Первое Мы приврались в двух Настяных шкафах Второе Мы сделали хлеб Я сделала хлеб Мы Я сделала хлеб Третье Мы делаем пирожки Четвертое Я сегодня закончила первый класс математики А чего у нас сейчас? Александра со шляпницей Переехали из мокрого туалета День полной радости Да, еще мы с папой помылись Посмотрят люди, подумают Вот целое праздник А ребенка помылся Это конечно праздник Если сегодня не штормит Чуть ли не первый день За весь переход Тоже радость Аж пироги начали стряпать От радости до хлеба Масленица у нас сегодня Еще я тебе, Настя, на куле Все радости Да, сегодня Настя у нас кулинар по тесту А я тебе помогаю Я тебе помогала честными Все теперь вот леплю Ужас Сейчас еще Алекандра Со шляпницей Покажу Да, да, да Вот здесь наш многострадальный Алекандр У которого осталось только полтора листа Он у нас во время шторма свалился Потом переехал вместе со шляпницей В туалет Там они промокли И начали гнить И вот еле-еле уговорили Андрюху К стойке от радара Привязать Алекандра А шляпницу вот сюда вот мы Засунули Ой С всякими кремами от загара Мапа, все круто Кулинарный день Настя и сапоги Картина Репина Татуировку-то видно? Да, татуировку Настю и сапоги Ну отлично Тут достаточно Посмотрите на эту красоту Хлебушек Можно из-за этого тесто Ну молодец, яблодец? Нет, я молодец У нас пирожки и пирожки И погода, второй день передышки Это не Птун нам Сжалился только затем Чтобы мы хозяйниками стали Наконец-то можно прибраться чуть-чуть Проветрить Господи, пирогов на печь Стоять, сходить, спокойно жить Два дня, да? Второй день Сегодня петлю Опять вам будет тридцатка По прогнозу Думать, смотри Подеваешь Ее, да? И в эту петлю Вот ее завязываешь Вот так Понятно, да? Понятно? Точно понятно? Да, ну как там Как на гротике Героически Ну что, герой? Рассказывай Это невозможно Больно просто И вот на 27-й день пути Легкий ветерок гнал Лази Мэри К острову Тристан до Куни Но мы ожидали нового циклона И думали, лучше бы сейчас люто дуло А через три дня все бы стихло И тогда мы смогли бы высадиться на остров И увидеть этих трестанских отшельников Наконец-то лицом к лицу Но погода не предвещала ничего хорошего В лучшем случае Удастся разглядеть вершину главного вулкана Пика королевы Марии Он похож на тортик И это самая главная вершина Южной Атлантики Держим кулачки, чтобы тот дурацкий шторм Передумал портить нам отпуск Единственный городок этого острова Эдинбург-Семи морей Стоит на наветренном берегу Волны такие, что мы понимаем, что высадка Скорее всего невозможна Радио, Ради Мэри Ради Мэри И до конца Ради Мэри Для подседки И сейчас мы будем Проседки Заход Ради Мэри Ради Мэри Принцент Рация сказала что-то невразумительное Мы так не смогли понять, что нам говорят береговые службы этого острова Но понимаем, что из-за такой волны Не постоять здесь И тем более высадиться на берег У нас не получится И вот это надо было видеть Мы подходим к Тристану до Куни Огромные волны Видно, что встать невозможно И Андрей держится за штурвал Говорит Ну что, посмотрели на землю? Давайте двигаемся дальше Мы такие Ааа, что? Мы с Настей чуть не плачем И якорная стоянка проходит мимо борта И мы понимаем, что впереди еще две минимум Скорее всего три недели до следующей земли И вот не веря своим глазам и ушам Мы пролетаем мимо единственной якорной стоянки На единственном острове во всем Южном Атлантическом океане По нашему маршруту следования В следующей серии мы расскажем вам, что приключилось с нами у острова Тристан-да-Куния Следите за новостями Подписывайтесь на наш канал И не забудьте нажать на колокольчик Чтобы ничего не пропустить И обязательно делитесь нашими видео с друзьями Исполняйте мечты, друзья! И всем то, что кроме Капитана Кроме Океана Да У меня все время получается, сейчас ничего не получается У вас все обязательно получится! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok